В эфире новости Анапа. Регион. В студии Сергей Корабельников. Здравствуйте. Итак, сегодня выпуски. Я думаю, что будет достойнейший у нас на территории муниципалитета парк военной техники по раскрытым миром. Плавающий танк. В полку экспонатов парка военной техники прибыла. Хочу кушать. Хорошо у них есть. И холодно. Жуткий холод. Блокада Ленинграда. В Анапе отметили день освобождения города на Неве. Все равно я отсюда тебя соберу. Донецк-Анапа. Концерт, посвященный дню рождения Владимира Васоцкого. Безопасность дорожного движения. Этот вопрос был рассмотрен сегодня на Краевой межведомственной комиссии. Участие в этом селекторном совещании принял глава Анапы. Статистика тревожная. Количество дорожно-транспортных происшествий на территории края в прошлом году увеличилось. В рамках профилактического мероприятия автобус в Анапе сотрудники ГИБДД только с начала года составили более 100 протоколов. Юрий Поляков обратил внимание на то, что необходимо менять и саму схему организации движения. Совсем скоро по инициативе главы Анапы начнутся работы по расширению Симферопольского шоссе и устройству кольцевой развязки в районе санатория «Россиянка». Дорожники ждут, когда установится хорошая погода. Также глава курорта поручил продумать возможность организации на период курортного сезона колец на анапских дорогах. Перекресток хороший, сложный. И все. И все стоят, как поломался светофор. Все стоит. Там есть вот в плане организации движения в период курортного сезона, да? Надо посмотреть, может надо делать где-то временные кольца. Еще один выставочный образец пополнил экспозицию парка военной техники. Своё место занял плавающий танк. Т-76 прибыл у станицы Кущевской. Это пятый экспонат боевой техники, заступивший на дежурство в нашем городе воинской славы. Напомню, что идея собрать образцы вооружений и военные техники под открытым небом реализуется по поручению главы Анапы Юрия Полякова. Самолет Су-27, бронетранспортер БТР-70, 85-мм и корабельные пушки ранее уже заняли свои места на постаментах. Сейчас в Министерстве обороны оформляют документы для передачи в собственность муниципалитета еще нескольких экспонатов. Плавающий танк уже после установки будет доработан. Его приведем на лежащий вид, покрасим. В общем-то будет как один экспонат. Но на самом деле у нас распоряжение главы до апреля месяца работать в направлении пополнения аллеи воинской славы, музея военной техники под открытым небом. Я думаю, что у нас еще появятся там два танка. Это Т-34, Т-80. Это десантный катер. И вертолет Ми-8. И вертолет Черного Кула. Поэтому я думаю, что будет достойнейший у нас на территории муниципалитета парк военной техники под открытым небом. Одними из первых познакомились с новым экспонатом ребята из организации «Юные разведчики». Ветераны-афганцы провели для них обзорную экскурсию. Некоторые из этих теперь уже выставочных экземпляров техники им довелось испытать в настоящем бою. Ветеран 781-го отдельного разведывательного батальона, кавалер двух орденов «Красной звезды» Роберт Лавров рассказал юным разведчикам о технике, которая стояла на вооружении у советских войск. Школьники узнали о тактических способностях боевых машин и какую роль они сыграли в афганских событиях. Помимо БМП-2 были еще вот такие БТР-70. Были приданы нам еще для огневой поддержки четыре танка. Очень хорошо вот такое вот начинание, что есть возможность показать детям не только вот как-то на экранах этого телевизора, а воочию. И даже вот то, что когда с какими горящими глазами они залазят на боевую технику, любопытничают, интересуются всем этим. Это тоже где-то какое-то вот закладывается основа, стержень. Это может потом и сыграть свою роль. В Анапской организации юных разведчиков сейчас состоит более ста мальчишек и девчонок. Это те ребята, которые уже сейчас для себя выбрали основное направление – служение Родине. Кроме этого, они открывают для себя новые знания и в других направлениях. Мне дает здесь большое общение, кругозор увеличивается наш. Потом повышаются навыки выживания в лицу, медицины, православие мы изучаем. Мы должны больше знать, что происходит в мире, должны понимать, что происходит на войнах. Потому что в нашей жизни мы не имеем понятия, как все это происходит. После экскурсии ребята отправились в гости к ветеранам боевого братства. Здесь участники афганских событий рассказали свои военные истории. А юные разведчики, в свою очередь, исполнили патриотические песни. Это все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне. Главная цель вот этой встречи с ветеранами боевых действий и молодых ребят, которые избрали свой такой путь разведчика. Это не только разведчик, как военный разведчик, а разведывать все. И знать историю своей страны, своего села, своего края. Понимать все, что происходило на этой земле. Месячник по военно-патриотической работе набирает свои обороты. Афганцы проведут еще ряд встреч и расскажут анапской молодежи о былых победах, подвигах и героях. А 15 февраля все участники военного конфликта отметят круглую дату. 30 лет со дня вывода войск из Афганистана. Руслан Душевский, Михаил Григорьев, Анапа-регион. В эти выходные мы отметили очень важную дату. 75 лет со дня освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Почти 900 дней ночей город находился в кольце. По разным данным, за это время от голода и лишений погибло почти полтора миллиона человек. В Анапе, как и во многих городах страны, есть организация блокадники Ленинграда. Накануне ее участники собрались в центральной библиотеке. Они живые свидетели тех страшных событий, которые нельзя забывать. Никогда. Особые приметы – блондинка, голубые глаза. Дата рождения 8 января 1940 года. Только благодаря этому письму из Российского общества Красного Креста блокадница Галина Николаевна Яшкина узнала подлинные фамилию и отчество. До того, как попасть в детдом, была Севрюковой Галиной Алексеевной. Неизменным осталось только имя. Запомнила только то, что темная большая комната, где лежит бабушка и мама. А я постоянно хочу кушать, прошу у них есть. И холодно, жуткий холод. Прошу меня согреть. Они молчат. Я хожу им, глаза открываю. В моем понятии тогда детском я считала, что они спят. Но и мама, и бабушка ушли из жизни. Они чувствовали, что уже не переживут голод. Повесили мне на грудь крестик и свидетельство о рождении. К моему счастью, а к некоторым, может быть, и к несчастью, дом разбомбили. И я очутилась на улице. И вот такую в январе месяце меня подобрал солдат, прохоживший, видимо, мимо. И отнес меня в эвакуационный пункт. Так я в 43-м году была направлена в дом малюток в Кировскую область, в город Котельнич. В возрасте 82-х лет Александр Орлов шутит и смеется, заражая бодростью и оптимизмом молодежь. Его выступления в Центре культуры Родина в общественных организациях города всегда имеют успех. Он активист организации «Блокадники Ленинграда». В нее входят фронтовики, участники обороны и прорыва блокады, жители оккупированного города. Всего 21 человек. Сегодня у Орлова хобби, собирает анекдоты и юмористические истории из газет. А в далеком 42-м он мечтал хотя бы о кусочке хлеба. Мне было 4 года, когда началась Великая Отечественная война. И поэтому я что-то допомню. Ну, разве можно забыть, когда все время хотел есть. Я говорю, мама, дай поесть, а где я тебя возьму? Магазин закрыт, написано, хлеба нет и не будет. Поесть что-то где-то купить, не было возможности. Ленинград окружил фашисты и сказали, мы вас голодом уморим. И поэтому, конечно же, многие умирали от голода. Вот только наиболее тяжелый год, 42-й год. В читальном зале Центральной библиотеки на Стахановской собрались те, кто смог прийти. Не всем это удалось по состоянию здоровья. К остальным были направлены волонтеры с подарками от главы администрации. В этот день ветераны Великой Отечественной войны получили медали, приуроченные к 75-й годовщине снятия 900-дневной блокады Ленинграда. 27 января мы празднуем очередную дату в Плеяде, в череде событий праздничных, патриотических. Это 75-летие освобождения, полное освобождение города Ленинграда от фашистско-немецких захватчиков. То есть снятие благады с Ленинграда. В нашем муниципальном образовании проживает 21 ветеран, которые являлись непосредственными участниками тех событий, которые проходили в тот момент в городе Ленинград. Страшно подумать, 872 черных дня для Ленинграда, полные блокады этого города. Патриотические песни, которые никогда не устареют. Перед собравшимися исполнен председатель Анапского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерий Штраус. Заслуженный артист России, капитан второго ранга Анатолий Калекин. Сегодня две круглые даты. 75 лет со дня освобождения Ленинграда и 100 лет со дня рождения Даниила Гранина, автора блокадной книги. В истории российского государства подвиг Ленинграда останется священной незабываемой датой. Символом веры, надежды и твердости, самоотверженности и патриотизма. Нас вместе называют Ленинград и шар земной гордится Ленинградом. Под этим лозунгом в библиотеке состояла встреча блокадников. Анна Жукова, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. В Анапе около 15 учреждений высшего и среднего профессионального образования. В них обучается порядка 11 тысяч студентов. В Татьяне день, который называют еще Днем студента, они получили возможность встретиться и поговорить с заместителем главы Анапы, который курирует социальный блок. О планах и перспективах в нашем материале. Общение в формате без галстука. За круглым столом будущие медики, педагоги, виноделы и предприниматели. У ребят масса планов, как изменить город к лучшему. Студенческий совет Анапы раз в неделю собирается в одном из университетов Анапы. Проходит собрание в городском театре, в центре культуры Родина, в сквере. Но этого, говорят ребята, недостаточно. Нужно помещение для студентов. Роман Дикий инициативу поддержит. Только вот по форме нужно будет все детально продумать. Дом молодежи, я думаю, что это должен быть какой-нибудь лофт, где свободное пространство, трансформированное, где как-то это все не обязательно трехэтажный особняк, сделать бесплатный Wi-Fi, поставить кофемашину, кулер, чай. А вот на вопрос, вернет ли Анапу статус самого зеленого курортного города, ответ нашелся сразу. Эта ситуация не просто находится под личным контролем главы города. Юрий Поляков своим примером не раз демонстрировал, что необходимо сделать для этого. Позиция Юрия Федоровича такая, что надо больше деревьев, больше озеленения. Поэтому сейчас, я думаю, что вы видите, вместо каких-то, не пойми каких, ларьков появляются какие-то газоны, клумбы, сажаются деревья. То есть сейчас город, ну вообще задача главы сделать его максимально зеленым. Поэтому я думаю, что ни один, ни два, ни три сквера и парка появятся в ближайшее время. Если сравнивать жизнь в Анапе и в Краснодаре, мне в Анапе нравится гораздо больше, чем в Краснодаре, и ее абсолютно не тянет. Здесь, в общем, вам всем повезло, что вы. Спасибо маме и папе. В год в Анапе проходит около 4 тысяч досуговых, спортивных, профилактических, военно-патриотических, спортивных, культурных мероприятий муниципального и краевого уровня. Участие принимают студенты всех вузов и сузов Анапы. В Анапе 500 волонтеров от 14 до 30 лет. Больше половины из них студенты. По итогам прошлого, позапрошлого и до этого нескольких годов, по этому рейтингу, который составляет раньше департамент молодежной политики, сейчас в Министерстве образования на МОК, МОК Краснодарского края, муниципальное образование город-курорт Анапа по реализации молодежной политики находится в топе. То есть это первое, второе место в зависимости от разных направлений. Но в целом, если мы говорим, то это первое место. Сейчас мы понимаем, что то, что делается на территории муниципалитета, это является примером для Краснодарского края. Такого количества учреждений и сотрудников, я вам скажу, нет в большинстве муниципальных образований края. Студенты смогли задать и личные вопросы Роману Дикому. В свое время он отучился на преподавателя биологии и химии, а также на психолога. Начинал работать в Каневском колледже, дослужил до поста заместителя министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. Сейчас он курирует вопросы социальной политики города. Под занавес – вручение благодарности от главы города, активистам студенчества. И общее фото. Через каких-нибудь 10 лет уже не студенты, настоящие врачи и ательеры посмотрят на него с гордостью. Анна Жукова, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Песня «Маршрут Донецка-Напа» – благодарительный концерт, приуроченный ко дню рождения Владимира Восоцкого, прошел в нашем городе на минувших выходных. Его песни исполнили барды из двух городов. В числе зрителей этого концерта была и наша съемочная группа. Все равно я отсюда тебя заберу, во дворец, где играю в цели. Барт из Донецка Юрий Шевцов не имеет музыкального образования. Учился на песнях Высоцкого. Когда ему было 14, мама купила первую гитару. Мелодики учился у Александра Розенбаума. И все-таки бард-самоучка Юрий Шевцов стал настоящим музыкальным явлением. Сегодня уже его песни вдохновляют поклонников. Шевцов выступает в Крыму и в России. Его хит «Полевые цветы» написан еще в 1998 году. Папа принес монитофон, тогда первую, бобинные еще были монитофоны. И первая такая бобина была с песнями Высоцкого. Я сразу, вот пацан, 13 лет мне было, я влюбился. На сцене он сдерживает голос гримерки, дает волю легким и голосовым связкам, чтобы передать мощный лавинный темперамент любимого поэта. Я бодрствую, но вещи сон мне снится. Пилю ли пью, надеюсь, что усну. Не привыкать глотать мне горькую слюну. Организации, инстанции и лица мне объявили явную войну. За то, что я нарушил тишину. За то, что я хриплю на всю страну. Чтоб доказать, я в колесе не спится. В программе «Маршрута» также военно-патриотические произведения. Песни про ночных ведьм Людмилы Комаровой вызывают слезы. Она тоже певец-самоучка. В Анапе руководит детским клубом «Дорога добра». Людмила побывала в Волгограде. В городе, где Высоцкий дал один из своих нелегальных тайных концертов. А в интернете Высоцкий до сих пор стоит под пометкой «Запрещенная музыка СССР». В Волгограде была, но я была в другом месте, на братских могилах. Именно где родина-мать наша, в этом потрясающем монументе, где просто дыхание останавливается, когда мы видим, сколько людей погибло ради того, чтобы сегодня мы с вами могли спокойно жить. А вот и организаторы маршрута. Галина Межерова из детско-юношеского объединения «Путь к успеху» работает по принципу «Все включено». Пишет лирику, иллюстрирует собственные книги, изучает историю казачества. ТОС микрорайона Южный в Анапе часто устраивает подобные акции и мероприятия. Поэтесса посвятила Высоцкому стихи. Она и родилась с ним в один день, 25 января. Жил бы Высоцкий в воле Афганистана, кричала бы нас так много лет, нести народа креста и быть открытой раной, способным после смерти лишь поэт. Надежда Струнка в отдельном представлении не нуждается. Ее называют народной анапской певицей. Участник крупнейшего музыкального форума «Москва-Акапельная» пела на главных площадях столицы России. Сегодня очень волновалась, потому что впервые пела его песню. Это очень интересно. Так случилось, мужчины ушли. Гражданская лирика Высоцкого нашла отклик в душе каждого. Зрители воспоминали кинофильмы, спектакли, радиопостановки, в которых принимал участие Владимир Семенович. Это Пугачев, «Короткие встречи», «Гамлет», «Вишневый сад». Место встречи изменить нельзя. Алиса в стране чудес. Ну вот, допустим, в «Стрепухе» он играл комбайнера, вот, в вертикали геодезиста или геолога, так правильно сказать. Он военные роли играл в военных фильмах. Такие люди, как Высоцкий, это наше все. Следующая остановка на Пизе на маршруте «Донецк-Анапа» – «Сан Донецк», куда анапские барды и поэты собираются в ближайшее время. Анна Жукова, Михаил Григорьев, «Анапа. Регион». Все выпуски новостей на нашем сайте «Анапа. Регион. Ру». На этом я с Вами прощаюсь. Всего Вам доброго. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Садясь за руль в состоянии алкогольного опьянения, Вы подвергаете опасности не только себя, но и ни в чем не повинных людей. Сомнительное удовольствие и халатность могут стать причиной роковой ошибки. Субтитры создавал DimaTorzok